Книга «Открытым окон», том 7, вопрос 1981, тема «Жития». Вы настаиваете всегда, чтобы двери квартир, домов были закрыты, заперты, а шторки всегда плотно зашторены. Что-нибудь об этом есть в житиях святых? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Есть и неоднократно описывается. Кто не закрывался, те платили дорого и невосполнимо. Матфея 6, 6. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Матфея 10, 17. Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас судилища, и в синагогах своих будут бить вас. 1 Коринфянам 16, 10. Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я. Евстафий. Память. 20 ноября. Читавшего Псалмы Давидовы. Раб тихо поднялся по лестнице, молча вошел в верхнюю горницу и здесь увидал Евстафия, державшего в руках Псалтирь и читавшего Псалом 96, 7. Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред ним все боги, высеченные, вырезанные из камня или металла. Кроме того, он увидел на стенах кресты и святые иконы. Ничего не сказав, он тотчас же возвратился к своему господину и рассказал ему все, что видел и слышал. Акелин немедленно поспешил к императору Максимиану и доложил ему о том, что говорил раб. Тотчас же были посланы воины взять Евстафия и его братьев. От времен апостольских христианской церкви сохранился и долгое время держался обычай устроять богослужебные собрания в верхней необитаемой части дома. Диане 1.13.14.28 И только при Константине Великом, когда христиане избавились от гонений, то для общественного богослужения стали устрояться храмы. Впрочем, в малом числе они были по местам и ранее. Пантелеимон. Память 27 июля. В те дни был в Некомидии старец-пресвитер именем Ермолай. Из страха пред нечестивыми, укрывавшийся с немногими христианами в маленьком и незначительном доме. Путь Пантелеона. Когда он шел из своего дома к учителю и обратно, лежал мимо жилища, в котором укрывался Ермолай. Видя в окошечко юношу, часто проходящего мимо, Ермолай из лица и взгляда его познал его добрый нрав. Уразумев духом, что юноша будет избранным сосудом Божиим, Ермолай вышел однажды навстречу юноши и упросил его на самое малое время зайти к нему в дом. Кроткий, послушный юноша вошел в дом старца. Посадив его около себя, старец спрашивал его о происхождении и родителях, о вере и о всем образе его жизни. Иоанна 20, 19 и 26. В тот же первый день, недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из-за опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им «Мир вам!». После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал «Мир вам!». Иринарх Ростовский. Память 13 января. И в тот же час от владычнего образа было Иринарху извещение. «Иди в келью свою, будь затворником, и не исходи, так и спасешься». Павел Фивейский. Память 15 января. Преподобный Антоний Великий, первый учредитель монашеского жития. Старец пришел в радость при виде пещеры, но обитатель ее, заметив приближение Антония, запер дверь. Подойдя, старец постучал, но ответа не было, и он продолжал стоять снаружи и безуспешно стучать. Видя, что ему не отворяют двери, он упал на землю перед входом в пещеру и молился до самого шестого часа, чтобы сподобиться ему войти внутрь и увидеть того, кого он отыскал с таким трудом. Святой говорил. «Отопри мне, раб Христов, отопри, ведь ты знаешь, кто я, откуда и зачем пришел, ибо тебе открыл то Бог. Знаю я и сам, что не достоин видеть твое святое лицо. Тем не менее, не уйду отсюда, пока не увижу тебя. Не скрывай же себя, если тебя открыл мне Бог. Ты принимаешь зверей, зачем же отвергаешь человека? Я нашел тебя после долгих поисков, и вот стучу, чтобы ты отпер мне. Если же ты не отопрешь, то я умру на твоем пороге, и ты похоронишь здесь труп мой». Многое другое говорил он ему со слезами и укорял его за суровость. Тогда угодник Божий отвечал ему из внутри пещеры и сказал. «Можно ли просить с угрозами или укорять со слезами? Ты удивляешься, что я не отпираю тебе. Это потому, что ты хвалишься, что пришел умирать здесь». С такими словами святой отпер дверь, и они обняли друг друга и облобызались, называя один другого по имени, потому что каждому из них Бог открыл имя другого. Когда они сели, преподобный Антоний сказал. «Радуйся, Павел, избранный сосуд и огненный столб, житель сей пустыни». Святой Павел отвечал. «Хорошо, что ты пришел, солнце, просвещающее всю вселенную, наставник спасаемых, уста Божие, населивший пустыню и прогнавший из нее дьявола». Палладий пустынник, память, 28 января. Преподобный Палладий благоугождал Богу затворничеством. Построив себе на одной горе небольшую хижину и заключившись в ней, он подвязался в непрестанном бдении, молитве и посте. За свои подвиги Бог прославил его даром чудотворений. Ефимия, память, 16 сентября. Учителю донесено было о тех скрывающихся христианах, и он повелел всех их взять и представить к нему на суд. Тотчас вере по его услуге с оружием в руках устремились, как звери на добычу, на собранное Христово словесное стадо. Дом, где верующие тайно служили Богу, окружили они со всех сторон, чтобы никто не мог убежать. Выломав двери, они стали без милосердия вытаскивать христиан вон поодиночке и, взяв всех с бесчестием и насмешками, повели к проконсулу. Влекомые, как овцы, на заклание святые смиренные рабы Христовы стали пред гордым учителем, будучи готовы страдать за своего Господа, даже до пролития крови. Людмила. Память 16 сентября. Сноха ее подготовила двух бояр и послала их в Тичин, чтобы убить блаженную Людмилу. Эти два злодея, пришедшие туда, собрали вокруг себя многих других подобных себе злых людей. Когда настал вечер, они окружили двор и самый дворец, где находилась блаженная Людмила. Разломали двери, и вошли внутрь дворца. Схватив святую княгиню, они набросили веревку на ее шею и удавили ее. Таковым образом блаженная Людмила, угодив Богу, пострадала мученически. Это случилось в субботу, в первом часу ночи. Ей было тогда от роду 61 год. Последствия поступков наших и разве возможно до конца предусмотреть? Вот почему молитва непрестанно. В начале дела, года, в январе, молиться в продолжении деяний, макушку лета осветить прошеньем. И в декабре к тому причалу тянем. Молитвой бьем в ворота, по мишени. Когда у Фарадея развернулась в магнитном поле рамка из железа, кто думал, знал, какая мощь проснулась. Изобретения мошкарой полезли. Все наши утюги и бормашины, космические чудо-корабли, компьютеры, развитие вершины, хотя из проволочки комом первый блин. Последствия ничтожных замечаний, оброненных как будто невзначай, на горизонте конница маячит, войну с соседями безродными начать. И утром растревожил нас будильник, молитвой осветись, перекрестясь. И голосом смиренным и умильным благодари Создателя, что спас. И перед дверью соверши знамение, я отрекаюсь сатаны и дел его. Как будто все в порядке, тем не менее просматривай за дверью далеко. Последствия вчерашних разговоров в магнитном поле дружеском враждебном сегодня подопрет потоком с ссором. Ты без друзей, больной и страшно бедный. Последствия у пастыря сокрыты. Благословения на все смиренно просим. Мы носимся, кружась, с опасной прытью. Без Бога многое не нужно вовсе. 28 сентября 2003 год. Игнатий Лапкин.